Дом на Куйбышево, а точнее тогда еще на Дворянской, был построен в 1891 году знаменитыми самарскими купцами-курлиными. Первоначально он был двухэтажным и сдавался в наем. С 1912 года в нем разместился банк. Именно в это время дом превратился в небывалые роскоши для Самары особняк в три этажа в неоклассическом стиле. Здесь когда-то шелестели платья, когда был магазин и Дрезден, слышался звон монет в Болжско-Камском банке, принимались волевые решения в горкоме партии. Такое чудо, что как будто музей всегда здесь жил, и все здесь пропитано именно духом музея. Но пришли новые времена, и невероятная энергия легендарного директора художественного музея Анеты Яковлевны Бас позволила музейной экспозиции расположиться в одном из красивейших зданий города. Я помню вот этот зал, который наполнен рядами стульев, и были сцены. На сцене стоял гипсовый Ленин, поколенное изображение. И помню, как как-то неудачно что-то случилось, и, короче, гипсовый Ленин разбили. Да, вот сейчас будет очень хорошо. 26 декабря исполнилось ровно 30 лет с момента того переезда. На памятном вечере собрались люди, много отдавшие музея и те, кто всегда был рядом. Вспоминали светлые и грустные страницы из прошлого и говорили о будущем. Сегодня здесь экспонируется лучшая часть музейной коллекции – русская и зарубежная живопись, авангард – коллекция искусства Востока. За 30 лет здесь прошли десятки выставок, значимых не только для города, но и для всей губернии. А впереди – грандиозные планы. Мероприятия расписаны вплоть до 2025 года. Одно из ближайших культурных событий – выставка передвижников из Третьяков. Елена Шишкина, Алексей Гриднев, Новости губернии. Елена Шишкина, Алексей Гриднев, Новости губернии.